Привет! В этом уроке мы с вами рассмотрим грид-систему, или как ее еще называют, система сеток. Заходите на сайт itproger.com, ссылка на данный урок на сайте будет в описании к видео, здесь будет и код, и домашнее задание, и огромное задание на весь видеокурс, так что вам здесь понравится. Чтобы понять, что такое система сеток в Bootstrap, нам для начала необходимо представить, что вот эта наша страничка, это некая табличка, в которой есть столбцы и есть строки. Соответственно, в этой табличке существует всего лишь 12 столбцов, не больше. То есть максимальное количество столбцов в этой табличке 12. Что это означает? Наша страничка поделена на 12 вот таких вот столбцов. То есть представим, что здесь идут линии, и вот таких вот линий у нас 12, то есть 12 столбцов. Строк может быть сколько угодно, так как наша страничка вниз может прокручиваться до бесконечности. Ну, не до бесконечности, но растягиваться она может на сколько угодно. Соответственно, строк у нас здесь сколько угодно. Итак, что мы можем делать с этими столбцами? Мы можем их объединять, например, если мы хотим, чтобы здесь было какое-то меню, к примеру, которое будет просто левым меню сайта, например, а здесь у нас будет основная часть сайта, то мы можем сделать так. Три столбца мы выделяем под это левое меню, и, соответственно, 9 остальных столбцов, опять напомню, что у нас максимум их 12, да и минимум их 12, то есть у нас число такое 12, а 9 остальных мы выделяем под правую основную часть нашего сайта. Соответственно, вот таким вот образом, благодаря системе сеток, мы создаем некую разметку нашего сайта. Теперь по поводу этих самых систем. Как мы можем с ними работать? Благодаря четырем классам, которые я сейчас запишу, XS, SM, MD и LG, мы можем создавать как раз некие различные сетки. XS, это означает, что мы создаем extra small, например, это будет блок под какие-либо смартфоны, например, то есть extra маленький какой-либо. Small, это маленький, под планшетом, например, мы какие-то блоки можем создавать. MD, это middle, под лэптопы или же, например, небольшие ноутбуки. И LG, это large, то есть это идет уже под какие-либо большие, в принципе, компьютеры. Например, IMAX диагональю 27 дюймов, ну это достаточно большой компьютер. И, соответственно, мы можем благодаря этим классам создавать различные сетки, группировать их, вернее, и создавать под смартфоны и тому подобные вещи. Но поскольку мы с вами будем создавать сайт, который будет адаптивным под все сразу устройства, соответственно, он будет просто меняться в зависимости от того, смотрите ли вы его на огромном компьютере или смотрите ли вы его на смартфоне. Поэтому мы не будем использовать с вами вот эти четыре типа классов, но мы будем с вами работать даже в лучшем стиле. То есть мы, как я уже сказал, создаем сайт изначально под все размеры экранов. То есть он будет растягиваться, сжиматься, ну как угодно, но главное подстраиваться под какой-либо определенный размер экрана. Итак, первым делом, что нам потребуется сделать, это вот наш контейнер, который у нас является просто фиксированным. Помните, я говорил, что контейнер просто вот в таком состоянии, класс, это означает, что наш блок является с фиксированной шириной. Соответственно, вот у него есть какая-либо ширина, и она фиксирована. Я хочу растянуть этот блок на весь экран, поэтому я добавляю еще дополнительное слово «флюид». То есть это будет означать, что у нас вот этот блок, он растягивается на всю ширину экрана. Соответственно, если я еще раз запущу это все, то мы видим, что оно уже прижалось к левой стороне, и левой стороне, соответственно, наш этот блок, он уже на всю страничку растянут. Теперь давайте благодаря Bootstrap добавим немножечко магии на наш сайт. Соответственно, если бы мы просто сейчас это писали на чистом CSS, то у нас это отняло бы немало кода, но поскольку у нас уже есть готовые классы, мы можем все сделать очень-очень быстро. Давайте мы изменим h1, к примеру, я напишу его три блока, три различных блока, вот так вот мы их напишем, вот. Вот, и теперь мы создадим эти три различных блока. То есть я хочу что сделать? Я хочу, чтобы у нас вот здесь на сайте, ну, было просто какой-то заголовок, а потом ушло три блока. И все эти три блока, они менялись в соответствии с размером экрана. То есть, например, если я смотрю это на мониторе ноутбука, то у нас они все в линию и занимают всю длину нашего экрана. Если я смотрю на, например, смартфоне, то они сжимаются и переходят в одну линию. Что для этого необходимо сделать? Для начала я должен создать div class row, то есть я должен создать некий ряд, а, соответственно, потом в этом ряду уже добавлять, ну, наши столбики. Значит, я создал class row, то есть это у нас какой-либо ряд, вот, например, вот такой вот ряд, и теперь в нем я могу отделять столбики. Помним, что у нас находится, что у нас максимум столбиков является число 12. Соответственно, что я могу сделать? Давайте я напишу такую штучку. Опять я создам div, и в нем я пропишу class, так-так-так-так-так, class, и пишем так, call, это основное слово, которое означает, что мы делаем все-таки ряд, вернее, столбец. Дальше я пишу md, вот этот наш класс, который я говорил, один из четырех этих классов. Почему md? Потому что просто изначально я это делаю под монитор моего ноутбука. Соответственно, я просто напишу md. Ну, это по стандарту обычно так даже пишут. И, соответственно, поскольку я хочу три различных блока, у нас число 12, поэтому я 12 делю на 3, и получаем, что каждый наш столбец должен иметь четыре вот таких вот сетки, как бы, да, в своей ширине. Поэтому я пишу здесь call, md, еще раз, тире и четыре, да. Соответственно, все, больше здесь я могу ничего не прописывать, но я допишу здесь, во-первых, ну, давайте, ладно, так и напишем first, вот. И единственное, что еще добавлю, это стиль, то есть я добавлю background color. Вот такой цвет фона в моем случае будет, это такой некий синий небольшой цвет. Давайте я напишу здесь все-таки left, это будет, и создам еще три блока, соответственно, потому что я хочу, чтобы было у нас три таких вот блока, да. Все, что я буду делать, это я поменяю здесь цвет. Давайте я поставлю как 99ccff, ну, потом увидите, что это за цвет. Напишем middle, это наш блок по середине, и последний блок, это у нас будет right, то есть справа, ну, соответственно, можно тут и на русском писать, ну, просто, чтобы уже не переходить на другую клавиатуру, и поставлю, что у него цвет будет вот такой. Ну, и нам осталось только это все проверить, как оно будет работать, поэтому обновляем нашу страничку, и мы видим, что цвета заднего фона не отображаются, это потому что я пропустил буквочку N тут повсюду, вы, если пропустили, то тоже ее добавьте, и, соответственно, вот здесь еще девяточку я пропустил, ну, должно быть шесть символов, у меня там пять. Соответственно, еще раз обновляю, и мы видим, что у нас есть действительно три блока, они построены в один ряд, и, главное, они прилегают друг к другу, и теперь основная магия. Если я посмотреть код нажму, вот, и, ну, в принципе, уже все даже сработало за меня, и я буду изменять размер нашего экрана, соответственно, эти все три блока будут подстраиваться под различные размеры экрана. Смотрите, они вот так вот уменьшаются, как мы видим, да, например, уменьшаются, 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 и когда мы доходим до размера планшета, вот это вот размер, в принципе, планшета, да, то они берут и подстраиваются в одну линию. Ну, получается вот такая вот тема, то есть мы благодаря нескольким классам построили с вами практически адаптивный сайт, который подстраивается под различные размеры экрана, соответственно, на компьютере он выглядит по одному типу, на планшетах и смартфонах это уже все по-другому, да, то есть это все в одну линию, каждый блок в одну линию, и все это будет выглядеть отлично на смартфонах, на планшетах, компьютерах или же очень больших даже мониторах, да, например, как вот здесь 4К, какой-то гигантский дисплей, и все выглядит, соответственно, опять-таки хорошо. То есть благодаря системе сеток мы с вами создали вот такие вот 3 блока, как вы понимаете, можно создавать больше блоков, например, если бы мы хотели поставить сюда 6 блоков, соответственно, каждый занимал бы по 2 столбца, и выглядело бы это следующим образом, да, у нас 3 было бы здесь и 3 еще здесь, но поскольку у нас не 6, а 3 блока, то мы всего лишь заняли ровно половину нашего экрана, и они здесь вот 3 этих блока как раз и поместились. Вот таким вот образом это все здесь реализуется. Кроме того, последнее, что хочу показать, если мы заберем отсюда контейнер, ну, отсюда слово «флуд», то мы получим, что наши блоки, они станут, как видите, они какие-то будут уже, у них появились отступы слева и справа, и, соответственно, если я теперь буду их изменять, ну, давайте вот мы попробуем, например, где у нас там не 4К, а лэптоп, и я буду их менять, то мы заметим, что они также, в принципе, меняются, но суть такова является, что это уже какие-то константы, да, то есть это какой-то блок, который уже не на весь размер экрана, а, как вы видите, с какими-либо отступами. Соответственно, вы должны понимать, что он также будет подстраиваться под различные размеры экрана, почему? Потому что у нас здесь есть row, здесь у нас есть call, nd, и мы указываем, сколько конкретно столбцов занимает каждый блок. Соответственно, оно, конечно же, будет изменяться. Но просто вы должны знать, что благодаря без слова «контейнер», без слова «флуд» это все является некой, ну, некой константой, да, то есть некой величиной, некой шириной, которая уже задана. Соответственно, не подстраивается под различные размеры экрана. Но выглядит тоже достаточно неплохо, как видите, вот оно все очень-очень даже красиво смотрится. Вот такой вот у нас урок получился, в котором мы изучили с вами систему сеток в Bootstrap. Система сеток это, по сути, простая тема, но, как видите, с ней есть немного работы, и, главное, эта работа очень-очень приятна, потому что в пару строчек кода, буквально в один или два класса, вы создаете нечто, что на CSS создавали бы, ну, как минимум в 10, а то и в 20 строчек кода. Соответственно, это огромный плюс. На этом все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к видео. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok